Итак, всем привет дорогие друзья, с вами Станислав Мелешов, также известный как Garf Prod, это школа битмейкинга и сайт howtobit.ru И сегодня, сегодня новый обзор плагина, на этот раз VST плагин, и это автотюн Сейчас я его активирую, включу, а пока расскажу вам, как я буду это все делать Итак, если вы хотите увидеть очередное видео, как петь как Kanye West, как петь как T-Pain, как петь как Lil Wayne, не знаю кто там еще его юзал Как петь как Шер на худой конец, то вы этого здесь не увидите, совершенно, не будет тут этого Автотюн, я расскажу о нем как о плагине, который можно использовать для написания инструменталов, потому что я как бы этим занимаюсь Итак, для чего я использую автотюн? Чтобы считывать тональность сэмплов Опять же, это не будет полномасштабный обзор плагина, я сейчас покажу, что нужно сделать, чтобы считать тональность сэмпла с помощью автотюна И опять же покажу несколько способов, как я это делаю обычно и как я для этого использую автотюн В первую очередь, хочу сказать, что это просто отличный плагин, как для того, чтобы считывать тональность, так и для того, чтобы петь как T-Pain Так что, если вы хотите петь как T-Pain, то смотрите что-нибудь другое видео, но в целом вам тоже нужен автотюн Итак, как я им считываю инструменты? Очень просто Для начала, наверное, стоит рассказать о том вообще, что это за плагин Да, я думаю стоит Это Pitch Corrector То есть, корректор частоты То есть, корректор нод, чего угодно Вот вы видите, здесь есть клавиатурка, на которой можно видеть, на какой ноте вы поете, говорите или играет инструмент И, ну, их можно корректировать Тут куча, куча, огромная куча настроек, которые приспособлены для этого Нам это ничего не нужно в нашем случае Сейчас я вам буду все показывать Для начала Если вы хотите считывать инструменты, вам нужно запомнить настройки вот эти Первым делом, тыкайте сюда, вот, Input Type То есть, тип входящего сигнала Вам стоит выбрать либо инструмент, либо басовый инструмент, то есть Bass Inst Чем они отличаются? Ну, инструмент это может быть что угодно Это может быть виолончель, это может быть фортепиано, это может быть синтезатор Или, опять же, чисто гипотетически сэмпл с человеческим голосом Или без человеческого голоса, или просто сэмпл, набор инструментов Автотюн довольно трудно кушает так называемый полифонический сигнал Для этого вам стоит воспользоваться мелодином С этим у него чуть-чуть попроще А вот если у вас именно сэмпл, который состоит из одного-двух максимум инструментов То Автотюн это просто находка для вас Итак, предположим, у нас просто инструмент, переключаем инструмент Мы сделали первый шаг Что нам стоит сделать дальше? Все очень просто, нужно переключить в графический режим с помощью вот этого переключателя Видите, Correction Mode Переключаем в график То есть, вот, загорается кнопка здесь, на экране появляется график И теперь все очень просто Вам нужно взять какой-нибудь сэмпл Сейчас я возьму какой-нибудь сэмпл Предположим Нет, не подходит Возьмем вот этот Нет, нужно Вот, возьмем, пожалуй, вот этот Он чуть попроще Теперь вам нужно синхронизировать его темп Но это Долго Сейчас я что-нибудь сделаю Думаю, что-то не то Вот, возьмем темпы 78 4 Так-то Сейчас я убавлю немного Хотя нет, я делаю неправильно Сделаем выходящий сигнал на автотюн Будет у нас довольно громким Предположим, отправим его на первый канал Автотюн у нас на первом канале Хорошо Я тебя отправил на первый канал Нет, я его не отправил Так, теперь немного убавим здесь Чтобы вам было лучше слышно меня Итак, у нас есть сэмпл, который направлен на первый канал Сразу предупреждаю, что В избежании всего и всех проблем Которые могут у вас возникнуть Я рекомендую вам Ставить автотюн на первое место Чтобы к вам в автотюн попадал сигнал Который не обработан Всякими там компрессорами, эквалайзерами Чтобы к вам в автотюн попадал чистый сигнал С которым уже будет работать автотюн Вы можете делать по-другому Но я рекомендую делать так Знаете, почему я так рекомендую делать? Да потому что я сам так делаю Все просто Итак Сейчас нужно включить режим Считывания тональности Нажимаете вот сюда Трек питч Видите, она моргает Красным и синим Теперь нажимаете play Помните, у нас здесь инструмент Тут график Тут горит эта кнопка Play Поехали Видите, появляется здесь Диаграмма громкости Так, останавливаем Дали ему один раз сыграть Теперь Я рекомендую вам Сразу после того Как вы читаете тональность Выключить автотюн здесь Вы легко сможете смотреть настройки Менять масштаб Вот, то есть Очень удобно Можно менять масштаб Вот такой Горизонтальный Масштаб вертикальный Я обычно смотрю все Вот на таком режиме Точнее, скажем вот У меня всегда включен Вот такой масштаб То есть Вверх-низ я прокручиваю А лево-право Я вижу все От начала до конца И далее Теперь вкратце Что у нас получилось Сразу говорю Что автотюн дает задержку Поэтому Как только вы его Вы его включаете И задержка Которая создана автотюном Она не компенсируется Фрутилупсом А как только вы его выключили Вы можете все это наблюдать Но при этом У вас нет задержки И если вы оставили Автотюн во время сведения Во время написания микса У вас Сэмпл не будет смещен задержкой Все очень просто Вот за этим нужно его выключать Теперь Здесь мы видим На каких нотах Что сыграно И именно по этим нотам Вы можете строить Дополнительную аранжировку Бас там Или что-нибудь подобное Ну или просто Пять По этим нотам В зависимости от того Что вы хотите сделать Теперь Если у вас есть Сэмпл В котором лучше всего Выделена басовая линия И вам нужно узнать Его тональность В таком случае Вы переключаете В бас инструмент И теперь я рекомендую вам Перед тем как ставить автотюн Поставить сюда эквалайзер Сделать вот такой срез Оставляя частоты Не выше вот этих Где-нибудь Примерно 500 Там 400 герц То есть оставить Такие самые басовые частоты И после этого Еще можно поставить Если этого не хватило Можно использовать плагин Из пакета waves Который называется Max Bass О нем я тоже обязательно расскажу Прикольный плагин И примерно В такой настройке Просто И все Таким образом Вы сможете считать Ноты баса С сэмпла Даже если там бас Выделен Не выделен Если просто не получилось Не помог Первый способ Итак Также я в следующих видео Расскажу вам О таком плагине Как Melodin Я им тоже считываю Тональность И о том Что еще Вот про этот эквалайзер У меня уже было Как использовать Автотюн Вместе с другими программами Как от начала до конца Считать им тональность сэмпла Я Рассказываю вам В видеокурсе Который называется Я хочу бить 2.0 Ссылка в описании Если вас заинтересовал Мой видеокурс Итак На этом все Подписывайтесь на меня В социальных сетях Ставьте лайки И пишите комментарии Если видео вам понравилось Если оно вам помогло Поставьте плюс Если оно вам не помогло Напишите Что могло быть лучше Итак На этом все Всем пока С вами был